Видео подготовлено сайтом online-gdz.net Геометрия 10-11 класса Таносян Задание 64 Три прямые, проходящие через одну точку и не лежащие в одной плоскости пересекают одну из параллельных плоскостей в точках А1, В1, С1 а другую в точках А2, В2, С2 Давайте это изобразим Итак, три прямые пересекаются пусть это будет точка О, точка пересечения Так, эти прямые пересекают плоскость альфа Вот плоскость альфа Обозначим точки пересечения А1, В1, С1 и пересекают плоскость β Значит, вот здесь у нас В2 вот здесь точка С2 вот здесь точка А2 Давайте соединим точки А1, В1, С1 и А2, В2, С2 и теперь давайте запишем, что же нам дано Итак, все три прямые А1, А2 пересекает В1, В2 пересекает В1, В2 в той же точке, что и В1, В2 пересекает С1, С2 и обозначим эту точку О теперь давайте запишем теперь давайте запишем точки А1, А1, В1, С1 принадлежат плоскости альфа точки А2, В2, С2 принадлежат плоскости β и эти плоскости альфа и β параллельны и нам нужно доказать что треугольник А1, В1, С1 подобен треугольнику А2, В2, С2 Ну, начнем с того что, если мы рассмотрим две пересекающиеся прямые А1, А2 пересекаются с В1, В2 ну, в точке О в точке О следовательно пересекающиеся прямые задают единственную плоскость мы эту плоскость можем назвать тремя точками, не лежащими на одной прямой А1, А2, В1 например, так мы ее можем задать эту плоскость второе теперь мы рассмотрим эту плоскость эта плоскость А1, А2 В1 она пересекает и плоскость альфа и плоскость β А1, А2 В1 пересекает и плоскость β и плоскость альфа и β параллельны по условию тогда воспользуемся первым свойством параллельных плоскостей если третья плоскость пересекает две параллельные плоскости то линии по которым она их пересекает параллельны рассматриваемую плоскость пересекает плоскость альфа по линии А1 А плоскость бета пересекает по линии А2, В2. Значит, АА1, В1 параллельно А2, В2. А вот теперь мы рассмотрим треугольники. Треугольник А1, В1, О и треугольник А2, В2, О. Поскольку А1, В1 и А2, В2 параллельны, то треугольники эти подобны по трем равным углам. Углы с вершиной О – это углы вертикальные, а остальные два угла равны как накрест лежащие при пересечении секущей двух параллельных прямых. Значит, если эти треугольники подобны, то мы можем записать отношения сходственных сторон. Давайте чуть ниже, вот так запишем. ОА1 относится к ОА2, как ОБ1 относится к ОБ2, как А1, Б1 относится к А2, к А2, Б2. Вот такие отношения сходственных сторон. Теперь четвертое. Аналогично. Если мы рассмотрим пересекающиеся прямые А1, А2 и С1, С2, они тоже пересекаются в точке О и тоже образуют плоскость. И в этой плоскости, эта плоскость пересекает по прямым, давайте эти прямые назовем, А1, С1 и А2, С2. Эта плоскость пересекает две параллельные плоскости, альфа и бета. Следовательно, линии пересечения точно так же параллельны. Отсюда следует, что треугольники А1, С1, О и треугольник А2, С2, О тоже параллельны. Отсюда мы тоже можем записать отношения сходственных сторон. Следовательно, ОА1 относится к ОА2, как ОС1 относится к ОС2, как А1, С1 относится к А2, С2. И точно так же, аналогично, если мы рассмотрим пересекающиеся прямые В1, В2 и С1, С2, С1, С2, они тоже пересекаются в точке О, то мы получим еще две параллельные прямые линии пересечения плоскости, которые образуют эти две пересекающиеся прямые, и плоскости альфа и бета. Назовем эти параллельные прямые. Это В1, С1 и В2, С2. Они тоже параллельны. Следовательно, подобны треугольники В1, С1, О и треугольник В2, С2, О. А следовательно, и здесь мы можем записать отношения сходственных сторон. О, В1 относится к О, В2, как О, С1 относится к О, С2, как В1, С1 относится к В2, С2. Таким образом, мы получили вот три соотношения. Первое, второе и третье. Поскольку там присутствуют одинаковые члены, то мы можем сделать вывод о том, что шестое, что А1, В1 относится к А2, В2, так же, как и А1, С1 относится к А2, С2, так же, как В1, С1 относится к В2, С2. Ну а тогда вот из этого соотношения мы можем сделать вывод, что стороны двух треугольников А1, В1, С1 и А2, В2, С2 пропорциональны, а следовательно, такие треугольники подобны. Треугольник А1, В1, С1 подобен треугольнику А2, В2, С2, что и требовалось доказать. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий, на нашем сайте. Субтитры сделал DimaTorzok